Добрый день, уважаемые зрители! С вами Доктор Константин. Сегодня тема лейтсоверока следующая точка С1 Дзи Дюань и состояние мелидиана сердца помогает нам активизировать слабый орган легкий. В чем проявляется слабость легких? Во многих заболеваниях связаны с легкими. Ответ очень простой. Прежде всего, это традиционное проявление заболеваний легких, как кашель. Вот и все. То есть при кашле можно работать с точкой С1 Дзи Дюань? Да, можно. При бронхитах всеразличных. Можно работать с точкой С1? Да, можно. При отхождении затруднения мокроты, либо мокрота собирается в бронхах, их тяжело, что выходит. Можно работать с данной точкой? Да, можно. Можно ли работать с данной точкой при воспалении легких? Да, можно. Но это тяжелое заболевание, здесь нужно знать, в каком состоянии общий энергетический баланс, чтобы эффективность воздействия на данную точку была на 100%. Как это? Очень просто. Проводим диагностику, смотрим, в каком состоянии общий энергетический баланс и делаем выводы, если при воспалении легких воспаление принесло воспаление всех 12 медианов и общего баланса, данная точка расслабляется. И наоборот, если воспаление гнетет, энергетика у человека нету ее, иммунитета нету, легкие слабые, можно с помощью точки С1 Дзи Дзюань активизировать легкие, тем самым, что помогать бороться с воспалением легким. При туберкулезе легких можно работать с данной точки? Да, можно. Но это тяжелое заболевание, при тяжелых заболеваниях диагностика обязательная, никаких норм. При пневмонии, ну и конечно при таких тяжелых страшных заболеваниях, которые уже говорят о себе, онкология и рак легких, можно ли работать с данной точкой и методом акупантуры? Да, но это тяжелое заболевание и диагностика 12 медианов нам в помощь. Почему? Потому что если увидите, что не только меридиан сердца контролирует в легке, но и другие меридианы, вы сделаете правильный вывод и сразу же оцените, что без диагностики, да, мы можем воздействовать на данную точку, но эффективность будет минимальная. А вот с диагностикой вы получите максимальный эффект акупантуры и не только. Спасибо за внимание.